Этим летом наш университет подписал соглашение о сотрудничестве с двумя школами Луганской Народной Республики. Школой номер 22 имени генерал-майора Шеймуратова города Петровска и школой номер 29 имени Хасанова города Красный Луч. Сотрудничество планируется по направлениям перехода на российские образовательные стандарты, научно-методическое сопровождение образовательной деятельности. Поэтому в период осенних каникул с 31 октября по 5 ноября наш университет посетили 15 педагогов из Луганской Народной Республики. Это учителя разных профилей, заучи и директор школы номер 22. Программа их пребывания была очень насыщенной, включала в себя различные мероприятия, проектные мастерские, стратегические сессии, тренинги и мастер-класс. Также педагогов пригласили в Уфимскую гимназию номер 39, где пообщались с уфимскими коллегами и приняли участие в педагогическом совете. 3 ноября наши коллеги из Луганской Народной Республики посетили педагогический совет в формате методической субботы в гимназии номер 39. И программа этого педагогического совета была разнообразной, очень насыщенной. И тот опыт, который приобрели, посещая педагогические мастерские наши коллеги, несомненно, им пригодится в их работе. Темы педагогических мастерских были разнообразные и очень интересные. Одна из них называлась «Опыт самый лучший учитель». Следующая мастерская – «Инсайд где-то рядом», где преподаватели знакомились с эффективными приемами и методиками организации проектной деятельности учащихся. «Человек – отражение своих мыслей и поступков» – так называлась педагогическая мастерская, на которой рассказывалось о приемах активного формирования морально-нравственной компетенции учащихся на уроках. Реализация модели наставничества «Учитель-ученик из опыта работы учителя» и еще одна мастерская имела название «Искусство критического мышления». Проведенные встречи в формате стратегической сессии позволили не только познакомиться более в живом общении с нашими педагогами, коллегами, но и организовать новую форму проведения различных мероприятий, связанных с обучающим элементом. Но позволило одновременно выявить и проблемы, которые у них есть, и тут же мы выстроили систему, которая позволит нам дальнейшее сотрудничество расширить, возможно, взаимодействие по узким вопросам, которые для них были наиболее интересными. Нужно отметить, что луганские педагоги очень открытые, увлеченные, заинтересованные, жаждущие общения и стремящиеся к обучению. Думаю, что наши встречи еще продлятся. «Ну, во-первых, от имени нашей делегации, от имени своих коллег хочется выразить огромную благодарность организаторам этого формула, а также гостеприимной башкирской земле. Такого приема, если честно, мы не ожидали, такого радушного. Но в любом случае, курсы есть курсы. Для себя мы подчеркнули очень много нового. То есть курсы были разработаны таким образом, что мы получали информацию не только в рамках своих специальностей. Мы разные специальности, разные учителя, разное направление. А также информация была очень полезная. И мы, конечно же, что-то узнали новое, будем применять, надеюсь, у себя на работе. Мне очень посчастливилось поработать с нашими коллегами из Луганской Народной Республики. Мы вместе провели семинар, который назывался «Медиативный подход в работе современного учителя Луганской Народной Республики». Как оказалось, проблемы, которые стоят перед луганскими учителями, они такие же, как у нас здесь. Конечно же, любые взаимоотношения между людьми требуют подготовки, требуют напряженной работы на самом деле. А если мы их отпускаем в освоясь, то часто возникают сначала неэффективные коммуникации, потом проблемные коммуникации, которые в итоге могут закончиться конфликтом. Вот вместе с учителями из Луганской Народной Республики мы изучили, что такое медиация. Мы изучили и применили несколько медиативных технологий, которые непосредственно помогут учителям в работе с их учениками. Но самое главное, почему у нас осталось такое, на сердце было очень тепло и легко, потому что то, чему мы обучили этих замечательных людей, они приедут и продолжат, и будут транслировать, и обучат своих учеников. Например, тот же бережливый менеджмент. Это очень важно, уметь организовать себя, то есть лишний раз напомнить, что надо навести порядок в голове, на столе и во всех остальных делах. Ну, в общем-то, это было очень кстати. Очень впечатлило меня занятие по медиации. Во-первых, потому что это близко моему мировоззрению. Вообще, я как бы тоже стараюсь всегда находить решения в конфликтных ситуациях. Ну, вообще, я считаю, что это очень важно. Наверное, даже было бы на уровне всеобщем, таком глобальном употреблять, ну, а уж тем более в классе и среди детей, и среди коллег в школе. Ну, мне кажется, это очень-очень актуальный момент. Педагоги были у нас впервые, поэтому мы провели для них экскурсию по инновационным площадкам университета, в том числе мастерским WorldSkills. Вместе с преподавателями Акмулинского университета учителя луганских школ познакомились с основной бережливого менеджмента и медиацией в образовании, посетили тренинги по профилактике профессионального выгорания и тайм-менеджменту. В рамках Всероссийского студенческого слета на встречу года педагога и наставника они приняли участие в лекциях и панельной дискуссии с победителями Всероссийского конкурса «Учитель года». Помимо образовательной деятельности, педагоги получили возможность знакомства с национальной культурой и достопримечательностями нашего города. Погуляли по улицам Уфы, Арт-квадрату, посетили спектакль Башкирского драм-театра, посмотрели фильм «Из Уфы с любовью». По итогам пребывания в Уфе все педагоги получили документы о повышении квалификации и методический материал на электронном носителе. Надеемся, что визит в наш университет позволил коллегам не только повысить уровень профессионального мастерства, но и дал заряд положительных эмоций для их дальнейшей деятельности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...